Всем приветики, с вами Соня и Алинка. Решили мы выползти прогуляться, сегодня посмотреть, что дают тут у нас. Спасибо вам за ваши лайкусики, мы смотрим, вам пошли так нормально предыдущий нашелок, да? Да. Пошел, нам приятно. Так что такое, решили сегодня прогуляться, немножко погода такая приятная, что дома сидеть. Тем более, что снимать я нифига не могу из-за своей клишени. Тем более, что я люблю погулять. Тем более, что Алинка любит погулять, да, она меня вечно тащит куда-то. Давай, пошли вечно, говорит, Женя, забар именей вперед, как говорится. Так что такое, пользуясь случаем, еще решили постричься, а то уже на мамонта стал похож. Сейчас это дело порешаем, покромцаем. У нас случился тяжелый сезон. Кто не в курсе, в Одессе добрая половина деревьев, это тополя. А везде тополи. Да? Ну, может быть, и короче. Сейчас там тополиный пух лиздает везде и всюду лезет во все дыры. Как-то тяжеловато с этим жить. Да, нос, рот. А еще чувствую себя с Алинкой идут, как два наркомана какие-то. Идем я с этим лайкусиком, все наскользь отсоединяются. Два стратых человека с камерой разговаривают. И с этим гипсом разрисованы. Такое себе. Мой любимый кинотеатр детства. К сожалению, загибается. Как классно было раньше. Раньше это был самый, наверное, классный кинотеатр. Он даже и сейчас прикольный. Там под 600 мест всего один зал. Никаких соседних вот этих вот залов. Ни хера не слышно. Классная акустика. И, к сожалению, он, блин, немножко помер. Стоит. Поймать. Ни хер. Айося. 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 Она смешная. Она смешная. Классно, да? Охота на фоне фонтана. Сейчас из обезьянного подобного Соня я буду делать что-то похожее на человека. Запомните его таким, каким он был. Нет, не запоминайте. Этот пух, он как снег. Вы только посмотрите, он везде. Не знаю, видно, не видно на камеру, но это пипец. Все белое. У меня попал в глаз, я себя чувствовал каким-то китайцем. Кошмар. Китайцем. Китайцем. Парикмахерская Валера. Парикмахерская Валера нас морозит. Там моего мастера не оказалось. Записались чуть-чуть, но попозже. Сейчас пойдем пошаримся, да? Пойдем. Полазим. Поищем приключений на свой завтрак. Пух. Идем и думаем с Алинкой, где нам покушать в Умаке? Так, чтобы не рисковать или в новой забегаловке, которая выглядит неплохо, но все сомнительно, да? Да. Вы же им любимый после этого. Интересно? Я вообще не доверяю таким сомнительным заведениям. Здесь у нас такой парк прикольный. Вообще поселок, самый, наверное, зеленый район во всем городе. Да? Чем позерно? Одним парком? Да. Зеленее, чем Таирово. Здесь вон Крымская, вот тебе парк. Возле НАФ, возле дома парк. Ну, у нас там тоже в том районе и Парк Победы, и Парк Горького. Парк Победы это не Таирово. Не надо, не надо. Ну, в том районе все. Нифига, это не в том районе, не согласен. В том районе только на Левитан есть что-то похожее и все. Где тут сесть вообще? Не знаю. Идешь? Да. Съемщик. 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 Спилберг отдыхает. И ни одной скамейки? Вообще ни одной. Слушайте, какой-то парк Кидалово, блин. Зато дорожки классные. Слушайте, тут на великах можно порысачить. Вообще ни фиг делать. Тут такой, типа, грунт. Прикольно так. Идем прямо. Может там что-нибудь да найдем. В чем черт не шутит. А зато здесь тихо. Вроде бы центр такого шумного района. Тишина вообще полнейшая. Надо быть как-то в поход какой-то пойти. Я всю Алинку думаю вытащить. Два года меня в поход зовет. Да ладно, блин. Как речь заходит. Он говорит, ой-ой, как же я там буду жить? А где там мыться? А где там? Что там еще там? Какие у тебя еще там проблемы? В туалет сходить. В туалет сходить. В кустиках где? А мыться водичкой слиться. И ветераться листиком, да? Нет, блин. В кустиках и ветераться листиком. Припасись там всяким с палаточкой. Зато романтика-то какая на великах, а? Ну хорошо. Прыгнули и поехали. Палаточку нам есть и влог снять. Да, ты салат? Назовем его первобытные люди. Точно. Прям как вчера в городе, да? Фаркрай Праймал. Да. Привоз Эдишнмен. Нет, я всегда за поездки. Походы, поездки. Ну да. Да. Романтические. Романтические. Ну да. Ну хорошо. Что-нибудь да подумаем. О, прикольно. Смотри, там есть где полазить. Недаром же я организовываю романтические ужины на правах рекламы. Опа, на правах рекламы. Там прикольно что-то. Опять же на великах можно протачить неплохо. Так. Весьма. Классный парк здесь. На поселке. Скамеек нет. Алинка жалуется, что скамеек нет. Можно на камушке посетить. На камушке. О, детвора. Вот, детвора правильно вообще делает. Круто. На камушке. Да не знаю. О, сейчас чувак будет там с баяном что-то вообще будет запивать. Норм так. О, вот скамейка. Где? О, да, точно. Какое-то подобие. Что-то похожее. Хочешь сидеть мне на руки? Почему? Ну ее нахер. Не, ну ее нахер. Потому что эта скамейка сильно сомнительная. Здесь вот еще одна. Только там что-то мусорка какая-то. Тоже на ее нахер. Не слишком балованы, Алина. Да. Да. Я не буду ничего делать. Я не балована. Прикольно, конечно. Но присесть тупо негде. Вообще. Без вариантов. Значит, пойдем дальше шариться. Пойдем поищем что-то интересное. Паркинг, который стал домом. И тут рынок. И это вообще такой веселый дом. И заезд через рынок. Заезд через рынок. И там прям на углу рыбный отдел. Летом вонище. Буквально вчера там был у людей. Там у клиентов работал. Как они там выживают вообще не знаю. Вы себе представляете, блин. То есть тут должен был построиться паркинг многоэтажный. Из него резко так перепилили. Переделали планировку. Сделали дом. Здесь картонный. Да. Там воняет. Планировки большие на моих тапях. Я вообще не знаю как тут люди из базара выживают. Это пипец. Одесса. Что тут скажешь. Ай, это пух. Божечки, ты мой. Нет, я не хочу. На тебя могу купить. Пух. Капец. Тапок. Так. Даю клешню мне. Ой, просто. Ах, клешня. 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 Лайки клешня. Оп. Осторожно. Чуть по ногам не проехал. Звучат не Одесска. О, водичка. Давай ты, я с помадой. Чуть. Мы смотрим на это небо и немножко начинаем очковать. Возможны неожиданности всякие. Так что бежимка мы наверное парикмахерскую. Да? Впрочем. Валера встречай. Придем. Ха-ха-ха. Чувствую себя моложе лет на пять как минимум. Этот неловкий момент, когда захожу я в парикмахерскую постричься к мастеру, а у мастера разбитый нос. Ха-ха-ха. У меня блин гипс, а у него разбитый нос такой нормальный. Гопнули походу человека на поселке. Нормально погулял? Да. Вот он и паскот. Ты видела его харю? Я думала с кем-то подрался. С кем-то подрался, да. Ему пиздюлей вломили. Вот и подрался. Вечером? Ну да. Шел вечером весь побитый кукоцан и такой шнобель вообще именно такой заклеенный весь. Мы так поржали друг с другом, посочувствовали. Ну, так сказать, как инвалидов. Друг-друг. Другое. Ой. Огонь. Погодка начинает быть ветреной. Погодка что-то начинает быть сомнительной. Паскорные тучи. Мы вот прям идем и думаем. Мы вообще успеем добраться домой? Да. Нам пилить до хера. Сейчас только на поселке я и живу. Мы живем в черти знает где. В частном секторе. Вот. Так что надо немножко ускоряться. Сейчас пойдем покушаем, наверное, да? Или что? Пойдем. Затопчем по какой-то шаверме. Да. Впереди у нас долинный-долинный путь через Сукрымскую. Вот эта улица Крымская. Здесь рай для мамочек с колясочками и для деточек. С телевизором. О, нормально, да. Ничего так. Кофебудочка. Кошерная, да, такая? Ну. Нормально, чуваки, путешествие собрались. Один большой, два маленьких. Видишь? Автодром. Что дают? Аттракцион. Я OP 2 на 1. Вот горстик. Надо подни named Dolce Hiroha Raichi. Алинка тут решила покатать на свет? Не туда. А чего? Вырули, выкруйте, выкруйте. Давай, давай, давай. Еще? Давай, ешь. Додави педаль. Алинка нас катает, как-то стремно. Давай объезжай, давай, с дриптом, нафига эта штука интересная, это что, airbag типа? Воу, нифига, прям за нос сделала, прикольно, давай еще. Все, просто кидали. Огонь. Прикольно? Да. Прикольно. Да, вроде бы да. У вас, не знаю, у нас точно. Пойдем? Так, малого один раз только пахнули. Что там? Кошелек. Давай выйдем. Спасибо. Понравилось? Да. А тебе? Ну, такое прикольно. Можно кошелек? Он там где-то сзади. Так как там маленький. Алинка, блин, задрифтила даже разок. Да? Да. Ага. Дрифтить я люблю. Учиться, учиться, да? Да. Ну, ни хера себе, что-то там ревет. Воу, не знаю. Но что-то там наваливало так знатно. Прикольно покатались, теперь можно так и покушать, да? Привет, добрый. Алинка говорит, надо учиться ездить. Вот, надо начинать с малого. Не, ну как бы права у меня есть, просто они у меня два... Нет, три года или сколько? Валяются. Я уже даже не помню. Три года они у меня лежат, практики нет. Поэтому я так чувствую, придется по новой учиться ездить. Да? Машина будет нормальная. Да. Да. На которую можно будет учиться. Покупали. Я с ума сдала на права. Я, кстати, тоже. Просто то, что мне не на чем ездить было, кроме как на чьих-то машинах, на которые я не хотела садиться. Поэтому я и выходит. Правильно? Надо еще подумать, что мне права не есть. Да прямо-то. Как будто все не знают, как сейчас на права все сдают. Да? Как? Как-как? Приходят и сдают. Ну, конечно. И сдал. Ничего нет на праве? Да нет. Ты обещаешь, птичка прилетела? И что? Вообще-то капнула. Нет. Я не успела дома руль повертеть. Повертела здесь? Просто. Забегаловка, о которой мы говорили. Какой возьмем? Свиной, куриный, раненький. Как здесь пиво подает? Бокал ледяной. С него аж пар идет. Крутотянюшка. Да? Задумчивая Алинка. Сидим с Алинкой и тупим. Есть хочется, а шашель не принесли. И думаем, есть или нет. Думаю, есть или ждать шашель. Ждем шашель. Притарбанили шашель. Все очень вкусно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ой, в этой шалинкой хорошо посидели. Слушайте, ребята, не знаю, смотрят, не смотрят на Садиситы, реально на Пасхоте нормально и шашлычное. Рекомендую. Да, мне реально удивлено. Такая маленькая, скажем так, не очень зрачное заведение. Не, ну нормально. Она грустный шашлык, но и как бы нормальные. Приятная обстановочка, цены. Слушайте, все хорошо. Мы посидели на 193 гривны, это примерно 400-450 рублей. Наелись довольно-таки нормально, и все было классно приготовлено. У нас были шашлык, картошка, овощи, пиво, лепешки. Да, очень вкусно все. Единственное, что учтите, там они много кинзы ложат. Кому-то это понравится, кому-то нет. Я, например, люблю, мы любим кинзу, да. Для нас было, наоборот, классно. И, в общем-то, удивлены, реально удивлены. На поселке, так, чтобы цена-качество, так вот прикольно посидеть, покушать. Лучше мест, не знаю даже, честно говоря. Да, в плане за такие деньги. За такие деньги, да. И обстановочка такая, ничего. Приятная, очень так уютно, светло, так приятно. Такая украинская стилистика. Да, чем-то на хуторок похоже. В общем-то, да, так что полсоны из Паскота. Лайк за заведение, рекомендую. Шли-шли мы с Алинкой, увидели вообще идеальную улицу для покатушек на роликах. Тут вообще прикольно, да, Линка. Нет, мы эту улицу знали, просто мы не знали, что тут такая дорога. Вообще именно так прикольненько, да, здесь. Ровнючая. Все такие классные у нас район, что не скажи. Ну что не скажи, я уже тут почти. Да. Алинка у нас типа родская была всю жизнь. Она до последнего. И тут переехала. Победа, а победа. Вот как будто бы если бы он строился в другом районе, ты бы был не рад. Ну, на поселке я больше рад. Потому что я люблю этот район. Он такой домашний, уютный. И вообще здесь хорошо. И тебе будет здесь хорошо. Будешь меня везде водить. Я ничего не знаю, будешь меня везде водить. Буду. Пошли нам туда. Я буду дочкой прикидывать, что я ничего не знаю. Ну да, Линка постоянно отматывалась. Я здесь ничего не знаю. Как я здесь буду жить? А что здесь знать? Я сейчас говорю, я здесь ничего не знаю. Будешь меня везде водить. У нас там вообще пруд, надо бы как-то поснимать, потом показать рыбок, как мы кормим наших пираний. Цветочки. Хорошо, какие цветочки, вам прикольненько, сейчас поснимаем цветочки, действительно. Вот за что я люблю частные дома, мало то, что здесь тихо и хорошо, здесь много-много люди цветов ссадят, и оно реально выглядит весной особенно красиво, зацените, просто ляпота. Тебе помочь, дать клешню? Я порвала кольфик. Порвала кольфик? Да. Да. Просто красота. Классно. Очень красиво. Насадим цветочком. Да. Будем возиться с охранником, да, все-таки домашние. Сончик будет деревья подрезать, траву подрезать, картошку, парень. Я вот это потом переехал в квартиру, у Алинки там полтора года жили или год. Что такое, для меня это было просто каторг. Это надо было просто пережить. Поэтому теперь поближе к огороду. Теперь поближе к огороду. Природа, единение с природой. О, с Алиной, с природой, да. Вот, Алинка боится тропинки. Что говорить о походах? Какие-то собаки. Какие собаки? Это всего лишь тропинка. Ну, ящерицы тут максимум могут где-то в кустах лазить. А что ты не среагировала? Я не понял. Ящерицы. Я среагировала, просто камера сзади была. Обычно ты начинаешь пищать при слове ящерицы. Так, слушай, поменьше на кугороду. Я не знаю куда идти. Там прямо идти по тропинке, не ошибешься. И куда мы идем? Фу, тут какой-то костер. Да вон мы сейчас пройдем как раз в наши дебри. Только немножко пропахнемся, наверное, вот этим вот кастриком. Ну, ничего. Будешь потом пахнуть по пути домой всем маршрутке. Да. Как раз шашелем. Шашелем, да, точно. Вся такая, фу, копченая. Ну, блин, ну куда ты меня завел? Да нормально я тебя завел, вон проход как раз домой. Алинка и походы. Такой мостик. Сомнительный. Там опять через морозы? Что? Там опять через морозы? Нет. Там сейчас вниз. И потом по лескам. Так сказать. Следующий. Это кто? Ага. Это никто просто в камеру. В ютубчик пойти попасть девочкой. Все, нам жалко что ли? Осторожно. Осторожно. Не, ну ты проходи, но осторожно. Ступеньки. Я имею ввиду. И что? Ну да. Электричка приехала, там толпа идет. На самом деле, к чему там толпа была? Ва-ва-ва-ва-ва. Руки трясутся. Осторожно, осторожно. Смотри под ноги. А не на толпу. Сончик, по каким ты на дебре прям водишь? По сомнительным. Но проверено. Куда ты уезжаешь? Нам не туда, нам налево. Нет, нам все-таки налево. Алинка все равно своими путями пойдет. Теперь технично по дорожке. Вот теперь технично по дорожке. Здесь тоже есть ящерицы. Я их здесь ловил в детстве. Ты хочешь, чтобы я бежала? Нет, я бежать не имею сил сейчас. Я так нажрался, что я не способен бегать в данный момент. Ты же знаешь, я вообще бег не люблю. Я предпочитаю или ролики, или велик, или вообще жопу на машине вывести. А вот бегать нет. У меня, в принципе, так, первая машина, второй бег, третий великие ролики. У меня бег на последнем месте. А машина на втором? Ну, наверное. Машина на первом, у меня канал о машинах. Нет гадюк. Гадюки? Вряд ли. Ты шо, шутишь? Вряд ли, как бы намекает, что нет. Нам далеко еще? Ну, вон, прямо, где-то туда. Не дальше. Побежимся? Шо, шо? Пробежимся? Не. Хоть пробежимся. Мы так покушали хорошо. Там пиво в желудке болтыхается. И теперь пробежимся. Ты хочешь, чтобы я умер где-то по пути? Ты забыла? Я уже старый, мне уже 30 лет. Да. Я уже все, отбегал. Зато я всегда глумал. Да. Здесь забор размалевали. Это ж сколько они там разокрашивали, просто офигеть. Ты там че, под йогу закосила? Да. Йонгую. Йогуешь? Йонгую. Наш парк. Ну да. Открытый на люк. У тебя как-то плохо сидит, да? Туда? Ну да, наверное. Там бомжи вообще спят. Что я? Не знаю, не смотрел. Я как мартышка. Чего? Ты любишь меня снимать? А я люблю снимать. Ха-ха-ха. Я выходит, что я как мартышка. То есть такой кутырёк всего. Вот так. Да, здесь такой дуб вообще крутой. А это дуб или клён? Дуб, по-моему. Нет, это клён. Это клён. Листья клён. Я не знаю, что это. Клён, дуб. Да, похоже на то, что клён. Крутое дерево. Да, канадский. Канада! Вот и кусок канады здесь. Кусок канады у нас есть. Кусок канады. Как надо. Как надо. Как надо. Какие дебри. Где они живут? В сомнительных местах. Кто-то под крышей красиво, а кто-то по волокам. Ну, как получается. Да. Как я загораю. Да. Как мы пилим деревья. А как хорошо, что ты любишь. Как Женя косят траву. Как Женя копает картошку. Почему нет? Ну, не знаю я. Ну, придётся. Ну, придётся. Может и без камеры. Посмотрим. Если хотите увидеть, как Женя копает картошку, ставьте лайк. Ну, не знаю я. Ну, не знаю я. Зверюга. 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 Иди. Грета. Грета. Скучала? Скучала. Наша зверюга. Будешь звезда Ютуба. Грета, убери морду. Она мячик принесла. Нормально, да? Грета. Убери пасть. Я боюсь. Она занята. Можешь открывать. Оп. Я даже в правильную сторону. Только на себя. Ничего себе. Ничего себе. Смотри, Грета. Прикинь. Как с ней играть мячиком? Она мне его... Берёшь мячик и бросаешь. Со рта? Со рта. А откуда ещё брать мячик? Такая прикольная. Я взяла мячик, пришла, принесла. Грета. О, она по мою труселядки сняла. Грета. Грета. Это можно не снимать. Да? Да. А то забуду. Грета. 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 Гипс. Гипс. Она его грызть хочет. Пошли.